итак друзья у меня для вас плохая новость вы все в тазике как придумать дизайн на миллион а потратить 3 копейки тема дизайна я занимаюсь 25 лет архитектурой занимаюсь преподаю и здесь написано гуру планировки да это я так и есть и вообще дизайн начинается именно с планировки то есть если мы с вами не сделаем хорошую планировку то есть не сформируем пространство то дальше уже можно и особо ничего не ждать в общем планировка основа всего дизайна как раз немножечко про курс расскажу но в конце и вот он будет стартовать 19 октября кому интересно то пожалуйста записывайтесь пока я вам буду рассказывать вот вы как раз посмотрите как я рассказываю как у нас примерно там лекция но они более камерно проходит конечно потому что народу не так много собираемся за столом сидим общаемся можем чаек попить там и так далее но самое главное это то что значит та информация которую вы получите на курсе сегодня будет частичка как раз таки из курса то о чем мы будем говорить это в общем тоже часть вот знаете с чего хочется начать то есть вот с того что как люди воспринимают дизайна интерьера дизайн вообще то есть ну с одной стороны это очень дорого что дизайн интерьера дании ну ты да ты чего не мы там либо сами либо там подешевле обратимся ну короче это что-то дорого-богато а с другой стороны это ну вот я написал флиппинг да но это что там хоместейджинг и так далее но это че-то такое блин не нам так не надо но тот кто для себя делает не ну все-таки надо тут вроде дорого-богато как бы ну блин домой зажрали что а тут что ты как ты дешевле где где чё делать то где золотая середина и чего вы делаете после этого правильно лезвь в интернет то есть набирая например вот я взял все он набрал в яндексе до современные дизайн интерьера фото набрал в поисковике и вот он что мне выдал просто поисковик но это нормально мы все так ищем картинки правильно то есть раз залезли короче говоря нам вываливается вот в какой-то объем информации на самом деле клиенты поступают точно так же то есть они когда готовятся к походу к дизайнеру они ищут аналоги правильно ну и они делают забивают чуть-чуть поискали и вот у них какая-то значит какой-то объем картинок так называемых аналогов высыпалась соответственно проведя некоторое время на сайте клиент для себя какой вывод делает ага вот они на тренды то современные модно вот она модно-современно и обнаруживается что сейчас оказывается модно рейки двери скрытого монтажа плинтус скрытый ну и так далее по списку то есть может быть он здесь не полностью ну вот и если проследить что дальше против и это я издалека ребят начинаю ну то есть чтобы мы с вами подошли к тому а чё нам делать с нашим небольшим бюджетом то есть надо начать издалека простите самого начала не сказал вот я издалека начинают что понять не было так вот путь клиента такой значит начинает изучать аналоги вот он их поизучал посмотрел на самом деле недолго происходит ну редко кто прям там залипает там все это годами ищет на самом деле не так все быстро но никогда же людям заняты соответственно формируется какое-то свое мнение по поводу увиденного это оформляется в тех задания я хочу рейки у меня идея сделать скрытые двери это же круто но все так делают и еще в потолок вот такая у меня идея вот а еще у меня идея значит сделать крупноформатный керамогранит вот такая идея у меня и вот это вот все передается дизайнеру формате технического задания соответственно дизайнер берет такой ok все понятно аналоги посмотрел задание получил идея понятно вперед и с песнями дизайнер поработал бабаться и выдает вам результат ну примерно такой же как который собственно был на аналогах так происходит примерно кто сталкивался с дизайном там ну примерно где-то серо-бежевая гамма одинаковая там примерный набор одинаковых решений приводит к одинаковому какому-то результату причем пытаясь сделать хорошо красиво по дизайнерски мы еще приходим и как бы к ценнику большому правильно и вот если взять вот этот вот интерьер немножечко к нему мы вернемся да то есть мы посмотрим вот весь набор дорогих решений которые только значит поднимут чек строителя то есть вот он наверное здесь большинство присутствует это встроенные трековые светильники скрытого монтажа двери это вон там 3d панели это теневые плинтуса вот видите да там по низу прямо вот это вот все ну а по итогу дизайн то очень сильно как бы в такой ну среднестатистически так ну как у всех в общем то я не против может быть кому-то и нравится окей но мы же хотим с вами сделать дизайнер на миллион ну чтобы он какой-то эдакий был а получается что получается вот так и еще задорого потому что все решения дорогие после такого результата хочется значит задаться извечным вопросом кто виноват и что делать да ну то есть когда мы получили такой результат как бы такой как у всех давайте разберемся что делать так вот то что обычно то что изучает клиент это всего лишь какое-то одно направление то есть один взгляд вот я просто пример вам показал в яндексе в то есть он выдает что-то одно но клиенты не вдаваясь в подробности начинают в этом рыться так вот это лишь всего один взгляд а на самом деле их может быть гораздо больше то что вы называете идеями вот это вот почему вы называете это идеями потому что ну я от это постоянно слышу у меня идею сделать скрытый кондиционер это не идея это прием это дизайнерский прием сделать рейки это дизайнерский прием дверь скрытого монтажа это не идея это прием что нужно делать чтобы исправить ситуацию у нас с вами задача сделать классный интерьер который стоит недорого но когда на него смотришь он вау вот такой крутой да но вы за этим пришли правильно такая же задача у вас а это значит что мы должны действовать по-другому они так как обычно первое мы должны выйти за рамки того что мы видим обычно в повседневной жизни мы должны расширить свой кругозор сделать это не просто почему потому что мы живем в своих шаблонах но они нас окружают но мы как такой шлем одели на голову да и там вот картинки вот это шаблоны которые мы видим все время и у меня они тоже есть они у всех есть это нормально это у каждого человека такое действительно присутствует красный свет стой зеленый иди это шаблон правильно три полоски adidas вот такая вот nike правильно ну вот все шаблоны формируются у нас так короче говоря наша задача расширить эти шаблоны если вы хотите шагнуть дальше и придумать что-то эдакое потому что находясь в шаблонах ничего придумать невозможно все . еще раз самому освоить это достаточно сложно потому что а куда смотреть ну тренер же должен направлять до какой-то там наставник показать туда посмотри сюда посмотри а еще вот здесь посмотри вот там покопай вот собственно для чего в том числе курсы нужны да то есть я как тренер говорю где смотреть здесь мы с вами этим позанимаемся по расширим немножечко кругозор но а на курсах мы этим занимаемся в течение месяца прямо целенаправленно ну и потом в последующие еще остальных занятий тоже этим занимаемся следующий момент приемы мы должны с вами освоить еще другие приемы то есть набраться инструментария чтобы пользуясь им мы могли в будущем в нашем каком-то дизайне интересном эти приемы применить пользуясь стандартными приемами но вот этими шаблонами мы останемся в этих дорогих решениях следующий момент должна быть в основе конечно идея не приемы а идеи то есть вы должны это четко понять что ставя задачу дизайнеру себе если вы сами занимаетесь ремонтом хотите придумать дизайн то вы себе должны четко осознать что идея чтобы придумать что-то классное неважно дорогое или нет в основе должна лежать идея без идеи ну все никак и так друзья у меня для вас плохая новость вы все в тазике но если вы хотите выйти из-за границы этого то вы должны расширять кругозор раз осваивать разные другие приемы дизайнерские их очень много ну прям реально много и вы должны научиться придумывать идею для интерьера ну и сейчас пункт номер один расширяем кругозор а что вы сделали вы для этого мы должны сформулировать запрос несколько иначе например а давайте посмотрим цветные интерьеры то есть не современный интерьер а цветные интерьеры я сейчас не говорю о том что это вам обязательно должно понравиться вообще не в этом суть то есть вы сейчас попробуйте вот от нравится не нравится уйти это как упражнение боксеру тоже штангу наверное не нравится поднимать но для того чтобы там сражаться на ринге он должен это делать это упражнение называется так вот это упражнение мы смотрим а чё бывает еще то есть мы смотрим цветные интерьеры вот мы смотрим какие они бывают они могут вам нравится они могут вам не нравится но они есть что еще может быть в каком направлении можно двинуть например а что если все там засадить растительностью но могут же быть интерьеры засажены ну такой зимний сад И вот мы смотрим, а как это может быть, в каких это проявляется формах, где они вообще могут быть, как они могут там расти снизу, сверху, сбоку, из каких там предметов, из каких кашпотов или пола и так далее. Какие еще направления могут быть? Искусство, например, в интерьере. У нас почему-то заказчики очень не любят искусство в интерьере, считают, что это фигня всякая и не надо его применять. Нет, они так, нет, ну мало кто так считает, они нам, да нет, что это за фигня какую-то, я лучше штукатурку классную сделаю, декоративную, например, или 3D панели, или крупноформатный керамогранит в ванной залеплю и нормально. Правда, потом баночками все заставлю, как бы, ну ничего. Наша задача сейчас не нравится-не нравится, а просто как задача посмотреть и попытаться свой кругозор расширить. Я напоминаю, мы с вами в тазу, вам надо дырку вот проковырять, и вот я вам сейчас дырочку пытаюсь проковырять в этой стенке. Вот давайте предположим, ну просто представим, что мы с вами живем в таком мире, где нету колеса. Вот нет колеса, не придумали, на лыжах все время передвигаемся, колеса нет. Можем ли мы с вами придумать шипованную резину? Нет, потому что мы колеса никогда не видели. Поэтому мы не можем придумать шипованную резину, вообще никакую не можем. Нету круга, колеса нет. Я это к чему? Я к тому, что когда у вас насмотренность вот такая, такая узенькая, то вы и придумать ничего не можете. То есть мы раньше действуем следующим образом. У нас есть задача сделать ванную комнату, да? И мы ищем аналоги. А что бы сделать прикольного? Так происходит? По-другому действуем. Мы сейчас не смотрим и не думаем о своей ванне. Мы в принципе охватываем вот эту задачу, причем самыми какими-то нелепыми запросами. Ну типа, вот как я сказал, ванна в облаках, ванна на Марсе, ванна в ванной, перевернутая ванна, не знаю, ванна с водой, ванна без воды и так далее. Как угодно, в кустах, в снегах. Тот же самый Пинтерест будет вам выдавать вот всякие вот эти разные штуки. Что позволит вам на самом деле, ну какие-то будут и нелепицы, безусловно, но будут очень интересны появляться картинки, через которые вы сможете выйти на что-то действительно интересное, необычное, захватывающее свой пример из жизни. Раньше я никогда не мог представить, например, как можно выйти за границы ванной комнаты, да? Но она маленькая, ну и все. Я был сконцентрирован на плитке. Понимаете, нет? Как бы выбрать красивую плитку? Но когда я стал размышлять об этом с точки зрения не как красивую плитку выбрать, вообще плевать на плитку, да, а как сделать что-то такое вдохновляющее, как сделать так, чтобы мы себя там именно ощутили, как в каком-то там райском месте, то начали приходить совершенно какие-то иные мысли. Поэтому у меня там через один в проекте идут просто стеклянные стены, например, ванной, да? Вы сейчас скажете, с ума сошел. Как ванная стеклянная стена? Но это же подход такой, что люди там начинают себя ощущать по-другому. Им как бы уже на самом деле в принципе не важно, у них там большая плитка приклеена или маленькая как бы. Они даже думают про другое, да? То есть, а когда плитка большая, но стиральная машина, вы как хозяйки, например, ну мужчины, не знаю, мне это вообще пофигу, мы это не замечаем, просто у нас по-другому сфокусировано. Но хозяйки, вы, девушки, точно думаете сразу о бытовой стороне вопроса. Блин, надо еще сегодня постирать. Нафига ты об этом думаешь, ты отдыхать сюда пришел? Блин, потом погладить. Ну, улавливаете, нет, понимаете мысль? Приемы. Вот, значит, чтобы вам веселее было с приемами работать, да? То есть, вот у нас есть набор приемов, которые 99 заказчиков, которые к нам приходят, они просят это сделать. Я спрашиваю, зачем? Не, пожалуйста, вы меня поймите правильно, я не против. Ну, как бы я вообще не против. То есть, вы сейчас подумайте, что я такой вообще тут как бы... Потом пойдете и расскажете, что Иван Безруков топит за, значит, там, за дешевый ремонт. Я люблю дорогие ремонты. И у нас такие есть, в принципе, немало, да? Но интересно попробовать и другие задачи какие-то, да? Поэтому я совершенно не против, но у нас-то с вами цель придумать за недорого что-то вау. Значит, вот мы с вами выбрали приемы, заказчик выбрал эти приемы и говорит, хочу так. Ну, давайте мы с вами будем поступать уже как профессионалы. Мы сделаем табличку. Вообще, посмотрим на это с точки зрения математики мы сейчас с вами. Значит, вот у нас есть графа с этими решениями. Они сразу же в априори дорого. Давайте мы с вами рассмотрим, какие могут быть варианты недорого. Да? Вот есть дорого, а какие недорого? Ну, например, значит, есть рейки деревянные, а можно рейки просто нарисовать. Но это же недорого. Мы сейчас уходим, нравится, не нравится, у нас задача такая. Просто найти другие приемы. Двери скрытого монтажа недорого. Это какая? Ну, обыкновенная дверь. Просто с обналичкой. Сама дверь дешевле, установка ее дешевле. Ну и так далее по списку, да? Я рекомендую вам дома самостоятельно эту работу провести. Ну, вот просто взять и вот прописать. Знаете, как мозги осветляются? Ну, так прям хорошо. А если это со строителями вместе делать? Ну, вообще про осветление наступит. А еще есть графа альтернатива. Ну, например, если не рейки, то что? Ну, как бы обычно деревянные рейки модные, а вот если не деревянные, то какие? Ну, вот из полиуретана, например, из веревок, из, не знаю, из водопроводных труб, из арматуры, которая осталась от строителей. Ну, просто это как альтернатива. Я не говорю, что так надо делать. Поймите меня правильно. Это просто ваш инструментарий, который вы набираете в свою копилку. Поверьте, рано или поздно это вам пригодится и выстрелит в каком-то интерьере. Ну, то есть, потому что там у вас возникнет такая идея создать атмосферу, значит, помещения под названием Алькатраса и вы захотите применить арматуру. Но мы сейчас с вами что делаем? То есть, мы хотим подойти к моменту, когда мы сможем придумать что-то эдакое за недорого. Правильно? А для этого мы должны набрать инструментарий, который позволит нам это сделать. Ну, вот смотрите, двери. Значит, вот у нас приходит человек и просит, я хочу встроенные двери, вот эти, скрытого монтажа. У меня пять дверей. Ну, а что там? На картинке красиво смотрится, все здорово, ровненько. И заказчику кажется, это просто... Ну, он даже не думает о деньгах. Даже если он думает о деньгах, то только в рамках стоимости самой двери. Ну, то есть, дверь сколько стоит? 50 тысяч. Окей. Ну, а что мне там? Ну, подумаешь, пять дверь, 250 тысяч. Фигня вопрос. Ну, как бы он же не думает о том, что установка этих дверей будет стоить там столько же, а может быть еще дороже. Потому что не только дверь вставляется, а подготавливается стена. она выравнивается. Ну, там, ну, короче, вот про что Семен рассказывает. Кому интересно, можете к нему потом подойти, он вам, да, расскажет. Но кто-то настаивает ему на... Еще раз, я не против. Деньги есть? Заходи, дорогой ты мой человек. Мы все деньги потратим, еще не хватит. А вот, например, дверь, которая недорого, можно купить, там, ну, за 15 тысяч. Получается, мы с вами подходим к моменту, что если мы хотим сделать недорого, то мы, ну, мы в априори не должны применять дорогих решений. А теперь альтернативное решение. Занавеска. Сейчас все поржут, конечно, скажут, ты чё, какая занавеска, это у бабушки у моей висела. Там где-то в бане, там еще. Я не хочу дома, чтобы у меня были занавески. Что у меня дома? Изба, что ли, печь там или так далее. Вот такая реакция. Почему? Шаблон. Шаблон – это плохо. Занавеска плохо, да? Помните, три полоски Adidas. Занавеска плохо. Это срабатывает шаблон. А наша задача – уйти от шаблонов. То есть, принять. То есть, занавеска может быть. Ну, может. То есть, давайте примем, что может. Там стоимость какой-нибудь зашибенская 15 тысяч. Не, можно еще дороже. Там ткани есть такие, что вообще. А можно еще дешевле. То есть, ну, простецкую там, да, какую-то. И установка ноль. Ну, потому что сам пришел и повесил. Кстати говоря, вот именно такое решение мы применили в своем интерьере. Причем в дорогом. В дорогом. Мы сделали шторки. Знаете почему? Потому что двери было неудобно открывать. Ну, то есть, дверь же надо открыть, зайти, там, что-то взять, закрыть. А тут раз – они сами захлопнулись. Это удобно. Ну, давайте светильники мои любимые. Да, вот. Всем они так нравятся. Вот эти трековые светильники. Все дизайнеры их лепят. Какая альтернатива может быть? Да, недорогая. Накладной. Вот, пожалуйста, вот трек накладной. С такими же, ну, или очень сильно похожими светильниками. Нафига делать встроенный трек, с которым… Почему он дорогой? Ну, то есть, во-первых, сам по себе, сама система. Но хотя сейчас есть альтернатива. Например, там, китайский и так далее. Ну, то есть, ворвались на рынок. Все это есть. Монтаж. Ведь, чтобы смонтировать, это надо штуку туда встроить, ее как-то все облагородить, там потом все это зашпатлевать. То есть, это сразу плюс к цене ремонта. А клиенту кажется, что, в принципе, это все просто. Но мы, как люди уже грамотные, можем воспользоваться другими приемами. Мы теперь уже знаем их. Правильно? Знаем же? Уже знаем. Вот. А можно еще проще пойти, можно вообще накладные светильники сделать. Ну, в принципе, чем хуже-то, чем отличается, да? А можно еще дальше пойти. Можно вообще электрику не проводить, а воткнуть в розетку. И сделать это красиво. Ну, то есть, вот эту разводку сделать элементом дизайна. Надо нам это или не надо, но это прием. Понимаете? Просто прием. И когда вы знаете, что такие приемы могут быть, имеют место быть, они уже в вашем арсенале лежат. Вот последний шкаф, который мы считали, 800 тысяч стоил. Вот такой вот, с красивыми дверями, там, с наполнением внутренним. Вопрос к вам, знатоки. Как эту историю всю сделать по-другому дешевле? Шторки. А еще отказаться от внутреннего наполнения, например, да? Вообще. Ну, то есть, ну, давайте просто штангу повесим. Да. Вот идете домой. Значит, у вас же там дворник убирается во дворе? Метелку его тыпзите, вот вам штанга, чтобы совсем бесплатно было. Но я шучу. Вот все эти приемы, они не работают, пока нет идеи. Понимаете? Вот идея нам нужна. А идея нужна для чего? Чтобы интерьер получился вкусным и атмосферным. Я называю это атмосферным дизайном. Вот есть дизайн простой, а есть дизайн атмосферный. Давайте пример приведу.